ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В отпусках говорил про турнир ROG King Cup, где ребята боролись за крутые призы, играя в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Так вот, он завершился и победившие участники получили свои подарки. Также мы выражаем огромнейшую благодарность всем участникам турнира и благодарим за игру. Третье место занял Максим Аверьянов, игравший в клубе Колизеум Измайлова. Его приз — это беспроводная игровая гарнитура ROG Strix Go 2.4. Приз за второе место — набор ROG King Box, получает Дмитрий Арсеньев из Твери, игравший в клубе Колизеум Реутов. Приз в 250 тысяч рублей вместе с игровым ноутбуком ROG Strix Car 17 получил Даниил Тихонов, игравший в клубе Колизеум Тулы, занявший первое место. Хочу напомнить, что ROG Strix Car 17 — это ноутбук, который создан для киберспорта. На текущий момент ноутбуки серии Strix являются высокопроизводительными решениями для абсолютно любых задач. В профессиональном киберспорте даже доля секунды может решить исход сражения, поэтому в ноутбуках Strix Car 2021 года установлена клавиатура с оптико-механическими переключателями. Ход клавиш составляет внушительное 1,9 мм. Поверхность клавиш слегка изогнута для точного управления и комфортной игры. Для того, чтобы полностью раскрыть возможность высокоскоростного экрана, который достигает аж до 360 Гц, установленного в ноутбуке Strix Car 17 2021 года, необходима мощная аппаратная комплектация, максимальной версии, включающая видеокарту GeForce RTX 3080 и процессор Ryzen 9 5900HX. Оверклокеры установили несколько важных рекордов с помощью материнской платы ROG Maximus 13 Apex. Оверклокеры заняли 7 первых мест и установили 10 мировых рекордов, используя систему на базе материнской платы ROG Maximus 13 Apex. При помощи жидкого азота оверклокер Рауф разогнал процессор Intel Core i9 11900KF до частоты в 7307 МГц. За время сессии в бенчмарке SignBench 2003 удалось набрать 12357 баллов в многоядерном режиме, а в Geekbench 4 – 11208 баллов в одноядерном режиме. Также на плате установлен мировой рекорд SuperPi. Это один из новых мировых рекордов, установленный с помощью материнской платы ROG Maximus 13 Apex. В своем интервью Рауф отметил превосходные возможности для разгона памяти, реализованные в материнской плате, и впечатляющий прирост производительности платформы Intel Rocket Lake. Его цитата. «Инженеры компании Intel и Asus проделали невероятную работу и отлично реализовали возможности для разгона. Я мечтал преодолеть барьер в 3 минуты 40 секунд, и это оказалось весьма непростой задачей. Я разогнал тактовую частоту процессора и памяти до предела. Перед тем, как получить результат 3 минуты 39 секунд 953 миллисекунды, у меня было две попытки, которые закончились с результатом ровно 3.40. Ну что, ребят, Go Minecraft я создал! Игрок Minecraft уже целый год создает Doom из вот этих вот кубиков-блоков, и, надо сказать, получается очень шикарно. Пользователь сабреддита Minecraft под псевдонимом Sibogy поделился статусом своего масштабного проекта, который он начал в разгар пандемии, в апреле 2020 года. Тогда он решил взяться за создание собственной версии Doom на основе Minecraft. Он показал карту своего проекта. Также, согласно его сайту, сейчас его версия Doom закончена на 75%, и он планирует выпустить карту в открытом доступе в течение 2021 года. Помимо математической карты, эта кастомная версия Doom включает кастомные скины, монстров и оружия, основанные на вселенной созданной ID Software. Было бы интересно взглянуть на такой Doom с активированным режимом трассировки лучей. Да и вообще, меня всегда удивляют и поражают, в хорошем смысле слова, такие люди. Это сколько потрачено времени и труда, чтобы построить и реализовать подобное. Очень здорово. Буквально недавно состоялся релиз игры Outriders, и игра дебютировала с первого места в Steam чарте. Опубликованы данные о продажах в Steam за прошедшую неделю, которая закончилась 4 апреля. Лидером стал шутер Outriders, который вышел 1 апреля и уже привлек свыше 100 тысяч игроков. На второе место выбралось и Takes Two, которая ранее занимала седьмую строку. Я рассказывал про нее в прошлом выпуске. Вот так выглядит топ-10 игр. В первую десятку также вернулись Horizon Zero Dawn и Cyberpunk 2077. Как сами описывают разработчики свое творение, Outriders это ролевой шутер с ураганными перестрелками и яростными схватками, поэтому кровавые ошметки мелькают на экране регулярно. И без них это приключение невозможно себе представить. Особые способности первопроходцев не менее брутальны. С врагами здесь расправляются безо всякой жалости. Мир пронизан безысходностью и населяющие его персонажей столь же суровы. В игре присутствует и нормативная лексика, а также сцены, которые некоторых могут шокировать. А помните ли вы мемы с Xbox в виде холодильника? Я думаю точно помните, да это и не удивительно, потому что консоль действительно очень похожа на него. Xbox победила в Twitter голосовании и начнет производить мини-холодильники в форме Xbox Series X. На днях в Twitter стартовало голосование между Xbox и Skittles в маркетинговом управлении. Глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг сообщал, что компания начнет выпускать настоящий мини-холодильник в форме Xbox Series X, если победит в голосовании. Xbox победила с небольшим преимуществом. Аарон Гринберг уже подтвердил обещанное. В этом году начнут производство этих мини-холодильников. А первый из них будет набит Skittles. Говорить про объем и стоимость пока что еще рано, но фанатам компании Фила Спенсера, если кто вдруг не знает, это глава игрового подразделения Microsoft, точно повезло. Выглядит, кстати, вполне себе симпатично, я бы от такого не отказался. Summer Game Fest 2021 пройдет в июне. Джефф Килли сообщил, что фестиваль Summer Game Fest в этом году пройдет в июне. Прошлогоднее мероприятие растянулось на 4 месяца, из-за чего было очень тяжело следить за новостями. Теперь организаторы учли недочет, ивент продлится меньше месяца. В ближайшие недели Килл пообещал раскрыть список участвующих в фестивале издателей и разработчиков, а также план мероприятия. В рамках фестиваля также пройдет Day of the Deaths Summer Game Fest Edition под кураторством самого Килли и студий Double Fine и IM8B. Во время Дня разработчиков организаторы уделят особое внимание самым разным проектам, от инди до ААА тайтлов. Запечатанная копия Super Mario Bros. продана за 660 тысяч долларов. Копия классической Super Mario Bros. для NES в практически идеальном состоянии была продана на аукционе за 660 тысяч долларов. И не в виде криптовалюты, а настоящими долларами. В общей сложности в ставках участвовало 13 коллекционеров, а после всех сборов оригинальный владелец получит 550 тысяч. Столь огромная сумма связана с тем, что эта копия – одна из самых ранних запечатанных версий, которые можно было купить в США. В общей сложности Nintendo выпустила 11 вариантов коробок. Аукционер Heritage Auctions подтвердил, что данная копия была выпущена в конце 1986 года. Сообщается, что ее купили в качестве подарка на Рождество, но никогда не использовали. Игра пролежала в шкафу более трех десятилетий и была обнаружена совсем недавно. Владельцы видеокарт NVIDIA серии RTX 30 получили доступ к технологии Resizable Bar, повышающей производительность. NVIDIA не так давно представила технологию Resizable Bar, которая является прямым аналогом Smart Access Memory от AMD и направленным на повышение производительности в избранных играх. Первой карточкой, поддерживающей опцию, стала RTX 3060. Теперь воспользоваться преимуществами Resizable Bar могут владельцы любой видеокарты серии RTX 30. Опция в среднем повышает FPS на 10%. Resizable Bar дает прямой доступ к процессору к видеопамяти, не используя блоки по 256 МБ. Resizable Bar поддерживается процессорами Intel 11 и 10 поколения, а также AMD Ryzen 4000 и 5000 серии. Прирост в 10% также зависит от разрешения игры и наличия поддержки в конкретном тайтле. Помимо этого, NVIDIA выпустила свежие драйверы 465.89, которые не только активируют поддержку Resizable Bar, но также оптимизированы под Outriders и добавляют поддержку низкой задержки ввода Reflex в Windows 6 Siege. На сегодня у меня все. Я с вами по традиции уже не прощаюсь, а говорю пока, до новых встреч. Меня зовут Никита, это RLG Pulse, новости Republic of Gamers. Следите за нами, будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока! Продолжение следует...